к встрече со христом понятно если вас это интересует мы вам скажем о наших ресурсах там очень богатые youtube а оттуда можете выйти по скайпу набить беседовать если что мы салтая барнаул понятно я вот в 56 лет назад уверовал после армии и моя жизнь сразу изменилась в один день господь дал духовное рождение свыше чем в третьей главе евангелия тяна написано мгновенно я после молитвы посмотрел как будто это не я встал молитвы салта совершенно другой человек а работал на корабле учился там мореходки и как будто ничего это не было почему я христа нашел душа все время томилась что все есть у меня все достаток здоровья а нет смысла жизни и смысл спасти душу свою прославить христа на земле жить с богом у тебя тогда будут не тысяча миллионы друзей ну и враги будут потому что ты мешаешь говоришь обличительные слова они будут последить за тобой будет но так всегда и было христа христос говорит меня гнали буду найти вас меня слушали вас буду слушать это у нас вот книга библия у вас нет библии не вот она какая-то поближе на вот такая книга вы можете купить церкви это главная книга в мире она дает ответы на все вопросы для чего человек родился чтобы искать бога я вот в армии посмотрел фильм отверженные виктора гюго и там говорится разве не было другой цели спасти не жизнь свою но душу меня это прямо потрясло я книгу достал еще в кино сходил все понял правильно и начался поиск и только после армии в руки мне евангелие дали и меня не надо было уговаривать там агитировать я понял это все христос мой искупитель он умер за меня и кровь свою пролил страдания на кресте меня он искупил мы православные христиане и поэтому у нас все это открыто церковь это не то что там сектанты какие-то понаехали у нас все чисто открыто вот если вам интересно наши запишите youtube он называется открытым оком во свете библии открытым оком ока глаз открытым оком во свете библии пометьте себе у нас сам 13 с половиной тысяч роликов это очень богатый ресурс под таким же названием у нас сайт там все есть фильм о нас государственные снятые и форум почему это с богом без бога бы ничего этого не сделать мы с нуля строим православную деревню я нельзя не пить и курить не воровать не материться и все такие жители подбираются школа государственная регистрация все есть но только все верующие дверь открыты никто не зайдет не то что взять а как чужие пройдут так у нас улицы все сметают и решетки алюминиевые еще все плохо лежит а почему безбожники вор царстве божия не наследует сколько раз ловили воров и все это в интернете вы увидите открытым оком во свете библии у вас вопросы какие есть да нет нет но если найдете то по скайпу можете там выйти только на наш ресурс зайти игнать и лапкин запишите вы сразу меня найдете игнать и лапкин чтобы не забудьте но всего вам хорошего с богом хороший собеседник о боге говорим тут показали какой-то класс они там дурят слушайте можно о боге говорите пожалуйста меня интересная дилемма такая я не верю в бога потому что типа его нет доказательств что он есть ну да вот допустим а вы видите в единорога верите в единорога в единорога а то имеете ввиду носорога нет 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 лошадь с рогом такая которая пускает эти как его радугу их не знаю я про такого не видал вот вот смотрите а если я вам скажу что лошадь с рогом единорог называется я вам скажу она есть вы мне поверите а мне это не надо никакой роли не играет а если в бога не веришь ты пропал все на суде боже будешь в аду гореть единорога верите да зачем верить в это а почему не верите так это никому не нужно придумать философствовать курица есть такая у которой сверху лежит кремль висит кремль ну и что верил такую курицу у нас курица балластиса яйцо в два раза больше дома но поверишь в это так может блести языком что угодно за всякое слово ответ давать надо вы думаете вот так скажите вы вы скажи мне подожди вы зачем ругаетесь вы без рука не можете говорить я не говорю ругань да вы сейчас сматерились не надо это я не говорю ругань уже записалось все не говорил ты мне скажи я не верю в бога потому что нету доказательств что он есть потому что вы не верите вы не в единорога потому что нету доказательств что он есть а с кто сотворил этот мир кто вас сотворил такой прекрасный мир как это все привода какой-то кто-то то все вы опять ругаетесь теле как людям правильно жить как жизнь закончить достойно чтобы не в аду оказаться салам алейкум асалам алейкум у нас хорошие друзья мусульмане у них книги написано из а из а это иисус пророк из а где написано в коране в коране написано из а из а это иисус а марьям это наша мария дева мария они считают ибрагим а это авраам а не горит сулейман это соломон по другое произношение то есть у нас много общего но у нас есть спаситель христос который умер за нас вот мы о нем говорим чтобы если люди не знают могли уверовать вот у нас главная книга священная это библия вот она какая не сразу поближе сейчас ой я не открыл нет открыл вам считать можно нет библия там да это священная книга да 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 я знаю почему передается туда не знаю да 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 у вас какие вопросы есть по спасению души духовные вопросы ну всего хорошего с богом не ругайтесь у вас духовные вопросы есть какие нет у меня есть вопрос в котором я нуждаюсь чтобы мне помогли а вы думаете почему люди есть верующие неверующие вот неверующие понятно они ожидают суда божие стараются быть хорошими а у неверующие нет вер почему у него веры нету а библия у страха у страха библия библия отвечает человек боится да боится боится страхами боится придумал себе было он бога боится что-то будет но что послушайте я же говорю но подожди андрей человек 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 существует вы знаете самобытную глупость говорите а я вам божественную мудрость желаю дать близких это потеря близких и то что это опять то же самое вы желаете побеседовать на духовная тема о спасении души о христе о вечности мы можем рассказать мы православные христиане как жить в этом свете и правильно закончить жизнь чтобы в аду не оказаться а так поверить во христа написано верующие сына божия имеет жизнь вечную они верующие не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем евангелия тяна 336 и что дальше а дальше нет другого имени под небом данного человеком который надлежало бы нам спастись то есть имя иисуса христа все побеждающие и со христом жизнь надо закончить верить на видео снимаешь нет а в видео это везде все снимается сегодня везде по улице идешь и снимают везде вот это у нас библия здесь нет я посмотрю это за привалу это я простой человек вот и что если человек не верю в бога он не знает для чего живет ягра почему часа с одним разговаривали к почему ты не веришь а он не не слушает библия говорит нет бога сказал безумец и дальше причина они развратились совершили гнусные преступления нет делающие добро нет ни одного вот причина какая верующий делающие добро идет к свету чтобы явно были дела делающие зло и не идет к свету вся причина в этом только как он пойдет а когда у него все там курит пьет блудит ворует он боится света а евангелие говорит такие в аду будут гореть пока не покаются тут разделение черту то проводится человек сам по характеру по совести а есть люди сожженные в совести написано вот начинаем говорить о дым дым как из трубы идет сейчас разговариваем с одним он матерится гусья материться нет не матерился я у нас записано что матерки твои ты зайди к нам на на наши ресурсы сам себя увидишь через несколько дней открытым оком во свете библии называется youtube наш канал открытым оком во свете библии можешь себе записать пойду дальше спасибо за рассказы да всего хорошего с богом удачи нет благодарим с богом с ютуба за 100 тысяч и за миллион подписчиков а потом а вы в ю тубе зайдите на наш видеоканал во свете библии открытым оком и вы получите ответ на тысячи вопросов так я верю в бога но не верю в церковь что мне делать может верить в бога они верят церковь а в церковь что верить то церковь это мы сами себя представляли мы верующим и православные христиане работы мы же не церкви стоим ведь эта комната а как ваш канал называется как канал называется открытым оком открытым оком во свете библии запишите там 13 с половиной тысяч роликов наших открытым оком во свете библии игнатий лапкин игнатий лапкин и вы под этим именем найдете еще сайт там фильмы государственная на снятые государственные фильмы заняши первое место на международном киноконкурсе то есть жить для бога с полной отдачей строим православную деревню где все молятся никто не ворует не матерится не пьет разве мало это для государства а безбожники еще не могут друг у друга воровать принижать убивать поэтому надо готовиться к встрече со христом в вечности не только здесь не верующий он в аду будет гореть а верующий будет царстве небесном спасибо большое храни вас господь заходите на наши ресурсы вы найдете много если пожелаете по скайпу говорить там уже зайдите попросить только чтобы никак никаких не было аватары вот так ваше чистое лицо хорошо с богом вам тоже вы хотите поговорить о божественном как спасти душу свою мы просим проповедуем евангелие христова рассказываем о том как жить верующий сына божий иметь жизнь вечную они верующие жизни но гнев божий пребывает на нем поэтому человек родился однажды однажды надо умереть ему а потом суд божий вы можете зайти на наш канал называется открытым оком во свете библии сайт называется во свете библии там 50 книг только во свете библии вот этот библии вот книг книга вот смотрите вот дальше даже во свете библии это страницу помял все это у меня не получилось нет нормально открыл здесь все написано православные христиане чтобы люди примирились с богом очень хорошо а вы богом богом милые нет мы православные у нас большой ресурс на наш youtube можете зайти называется открытым оком во свете библии сейчас я напишу напишите пожалуйста у нас скайпа нету так сами не поговорить да у нас скайп есть можно поговорить будет зайдете игнать и лапкина только включите а я лапин вот у меня брат протеерей следующее воскресенье будет 40 лет как он в сани а вам сколько лет ну седьмой десяток идет но как раз мне пора помирайте мне помощь нужно вот видишь как и и духовное и душевное и может быть я вам помогу сейчас подождите пожалуйста не не выключайте я запишу ваш адрес да запишите открытым оком во свете библии да пожалуйста лишь и батюшку нашли первый раз такое это там икона на сам себе рубашку сшил о молодец но я должен показать у нас всегда с поясом ходят мы строим права православную деревню православную деревню строим у нас может поселиться кто докажет что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует к сожалению я и пью и курю а вот остальное не ворую не вру уже так пишите открытым оком 25 лет до открытым оком так открытым в курить я пью и курю во свете во свете библии библии у нас под этими названиями есть youtube форум и большой сайт там насчитано моим голосом 50 книг 12 томов златоуса 12 книг димитра ростовского жития 5 томов добротолюбия вы можете включить и слушать извините да я просто характер что я я понял вас дело в том что я спорить с вами не буду но я тоже очень много знаю я два раза помирал я знаю что там нас ждет я два раза помирал это без ванья вот и я знаю дело в том что самое плохое не умирать доживать до смерти вот в моем положении тяжело одному конечно поэтому я ищу я здесь общался у нас толокомцева здесь владимирской области там неплохой батюшка старообрядец был тоже к нему ездил а церковь вся прогнила официально если вы знаете не скажу я не знаешь какое у вас ответвление но извините даже если говорить про старообрядцев про старовера хотя какие староверы это и есть наша русская церковь после никона я все знаю по дням историю россии истории церкви дело не в этом а дело в том что даже у старообрядцев аж пять конфессий в москве существует но как же вы делите христа аж на пять и каждый не согласен бог то он один с этим согласны большинство людей на свете понимаете включая даже мусульман я про жилов не говорю потому что жиловская ига так и я батюшка сказала вот у нас церкви не у нас а в смысле вязниках там отцу Андрею батюшку я говорю я может другу скажу но можно я скажу что жиловская ига настала в россии а почему же нельзя а он как девочка еще вот так ботинком еще стирает как как двенадцатилетний застеснялся ну почему же нельзя можно то есть и церковь вся понимает кому она служит жидам в данной в россии понимаете в чем дело нужно быть совсем честным я хотел монастырь устроиться я сильно много вам сообщаю про себя после чтобы вы знали поехал думаю уже такой но не поехал я в это самый в муром там сильно большие там женские мужской поехал в горах овец я полночи стучался никто не открыл как-то храм монастырь закрыть на железные ворота я приехал днем пообщался там послушники такой извините там этики послушники всего монастыре 12 человек из них как я понял там человек шесть послушников они все дебилы это неплохо про них говорить мы просто ну люди умственно вот так вот они меня полностью поняли я и про россию прожить свою и потому что много еще и тяжело дожить как я подошел к батюшке игумену к отцу игумену он как генерал вышел он знаете как пыль своих колен я говорю извините можно с вами поговорить о чем мне с вами говорить он так отвлекнул как будто я сделал и ушел с двумя охранниками ну что ж это за церковь мои хорошие это какой какой-то христос и прощение вы понимаете что кому церковь служит женам же тоже служит если премьер-министр который смысле вы знаете сами все ваш умный человек вы сейчас поставьте меня вы же все знаете так мне обидно а где же там отцы петеримы и все и уж не говоря про сергия радужского ведь была же церковь была без дело в том что без церкви россии не представить это одно и то же понимаете вот я про что надо к церкви вся подломилась но еще начиная с николая еще подломилась служение власти правильно видите я матом не ругаюсь хотя тут только матом нужно выражаться по такой церкви так ну что ж давайте прощаться мы уходим благодать с вами вас господь заходите на наши ресурсы вы не согласны меня такого принимать ничего мы поговорили а так еще куда принимать что ли да да а куда принимать то но вы не согласны что я не вашей веры по какой веры то и мы православные открытые нет он не умеет со мной очень согласен я такое видел не один раз мы были в италии нам да конечно они нас преследует и гонят мы хорошо знаем но на это не надо смотреть надо продолжать любить врагов даже своих а у вас какая пенсия пенсия сколько вам я не знаю я доверенность написал на сына он получает не пересылает вот у меня пенсия за 35 лет стажа на стройке 8000 141 рубль 33 копейки я 15 лет работал в городе мариинский если знаете конечно пластиком бетончиком ну ладно заходите может быть там в скайпе потом встретимся как-нибудь с богом спасение души перед богом мы христиане православные ну что мусульманин тоже человек ему тоже умирать придется это же суд божий будет а вы коран читали коран книга у них там описывается иса иса это иисус да да и мы иисуса христа проповедуем у нас много общего там написано марьям марьям это мария дева мария это мать иисуса мать иисуса иисус христос за наши грехи умер кровью обмывает наши грехи и мы людям свидетельствуем об этом потому что без веры бога человек одинокий покинутый слабый его любой обидит и он на все будет злиться все время а верующие мы христиане нам какое зло не делает мы бога благословляем правители не ругаем мы работаем строим деревню православную где никто не пьет не курит не матерится с нуля получили статус вот так это с богом тебя все время бог побуждает видеть нуждающихся рассказать о боге сеять евангельскую весть благовестия они верующие бы был куда я нужен то а мне 80 лет я бы не сидел там кряхтел только а я за бога за бога пять тюрем прошел у меня будут прошлое то какое я в лагере смерти был за слово божие но прошлые годы и как раз отбывал же натаси джамбульская область казахской сэр среди мусульман был я их хорошо знаю мусульман и поэтому я когда вернулся сотрудничал с тюрьмою город барнаул я здесь нахожусь так я первым делом узнавал кто есть мусульмане в камере помочь им потому что у них тут другая пища другой контингент другой иммунитет игры ци менталитет это перед богом все вот наши родители уехали когда деревня была разрушена в киргизии уехали и мы сколько там были никогда никакого зла не терпели от мусульман если мы молимся где тут мы в дороге были я не рядом они в обиду нас никогда не дадут они любят когда люди молятся я спрашиваю мусульман говорю скажите а у вас самое ценное что мусульманстве они не могут сказать ну сейчас я говорю нет намаз пять раз в день молиться самое ценное мы молимся 7 раз и мы в этом деле очень близки друг другу я взываю к богу и ты молишься к богу мы имеем одних родителей адама и еву вот так вы можете записать наш ресурс youtube открытым оком во свете библии очень большой заходите открытым оком во свете библии меня звать игнать и запишите открытым оком оком это глаз оком открытым оком во свете библии во свете библии игнатий лапкин если вы в скайпе меня зарядите вы меня найдете там мы можем побеседовать еще раз повторить открытым оком во свете библии игнатий лапкин вот если вы сайт найдете вы там найдете государственные фильмы она снятая не просто фильма занявшие первое место на международном киноконкурсе вам будет это очень интересно мы вот ездили поездки миссионерской и были в азербайджане боку мы ночевали в доме умолы у нас хорошие отношения ходили в мечеть вместе а потом пошли православный храм у нас барнауле очень хорошая обстановка враждебности нету никакой мы живем все как 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 раньше люди жили алтайский край город барнаул с богом оставайтесь вопросов нет у вас духовные вопросы если есть то скажите я постараюсь ответить нет нет нету но я знаю мусульман они верят что за гробом есть вечная жизнь и вечные мучения они абсолютно правильно понимают и поэтому жить как попало это значит вы платите там за яг есть как он платит здесь сколько 20 норма я служил в армии с мусульманами меня как-то бог сводил всегда так приехали туркмены узбеки таджики а я занимался разными языками все три языка стал изучать сразу их обижают а они ко мне льнут а я заступаю за них я тогда был такой на накачанный спасибо что вы еда храни вас господь с богом спасибо заходите наши ресурсы да его вашей связи интересует можем ответить на ваши вопросы евангелие говорится о том что христос умер за наши грехи по писанию и воскрес для нашего оправдания и по слову придет судить мир и люди не верующие будут в аду гореть а зачем это надо уверовать и быть в раю другого бога а если веришь другого бога а какого другого то надо едино единого бога верить ну единый но вы его называете саваоф а я например по-другому а вы его вы называете его до а как аллах а как аллах ну допустим мало ну он же единый и бог единый единый другого имени нет под небом данного человеком которым надлежало бы нам спасти деяние 412 другого имени нету и поэтому и новой эры повторить еще раз как как называете вы его самого да и он саваоф это начальник воинства иегова означает сущую у бога много имен 500 почти имен он называет себя пастырем виноградной лозою дверью светом милостью это его имена качество если я приду ну на небо до меня спросят какого бога ты верил я например скажу я верю в аллаха а там будет ваш бог которую зовут он меня примет видите мы будем рассуждать так я как-то беседовал мало сидели мулы и мамы были они вернулись из хаджа совершали в мекку и в медину санкт-петербурге и они говорят тут если иисус будет судить мир то горе нам тогда потому что мы его за пророка считали они за сына божия не за второе лицо троица ягра именно он и будет судить он будет судить мир и поэтому сегодня надо ориентировать держать на евангелие другое не будет нигде ниоткуда наша эра идет от его рождения мы были воскресенье а какое воскресенье воскрес христос знаете было такой щенгиз айтматов писатель знаете в киргизии не знаете герой социалистического труда очень известный писатель и он написал роман плоха плоха его из литературной газеты спрашивает ну почему вы главным героем сделали христианина он говорит мухаммад много сделал хорошего но за грехи людей умер христос вот это ответ совесть человека должна ему подсказать за меня умер христос мои грехи он взял на себя и через веру я получаю оправдание очень просто просто поверить больше ничьи какой ты есть приди и покайся пообещай больше не делать грехов у нас большие ресурсы ресурсы открытым оком во свете библии youtube что-то хотели сказать на давайте с богом с богом да как спасителя ладно ребят давайте всего хорошего хорошего с богом давайте я верю наверное да наверное верю а не верите какая-то причина этому есть ну причин тоже множество у меня было в жизни потому как я раньше был атеистом да сейчас конечно же убирал до пару лет назад потому что человек не верит почему господь сказал говорит делающее добро идет к свету чтобы явно дела были его они верующие не идет к свету потому что дела его злые вот и причина то почему не верят возможно возможно раньше я был более скажем так злым более кругом таким человеком сейчас я уже стремлюсь делать добрые дела скажем так как вы сказали да вот так и написано в библии а для вас христос кем является мудлями это мы его убрали вы знаете что за гробом другая жизнь есть нет а какая же это вера ваша тогда мы исламе а вы исламе то там как раз это широко раскрыто что за гробом там написано за гробом у них и мучения и радости точно также как у христиан только по-другому да мы православные христиане верим что за наши грехи умер христос и омыл нас своими страданиями крови своей и верой мы получаем спасение вы можете наши ресурсы запомнить открытым оком во свете библии у нас канал есть запишите огромный канал во свете библии открытым оком запишите да да ну потула дома верующие христиане православные несём благовествуем о великой радости которую принес нам господь на землю чтобы люди жили счастливо от нас зла никакого не будет мы о боге рассказываем как спасти душу свою что за наши грехи умер христос если человек не верит в бога когда умрет он в огне будет гореть бесконечные веки ни конца ни края не будет а верующий иметь жизнь вечную попадет в рай вы можете на наши ресурсы зайти очень большой видеоканал открытым оком во свете библии запишите открытым оком открытым оком во свете библии там 13 тысяч 13 тысяч роликов так что спрашивает для чего мы здесь сидим чат рулетки затем чтобы людям возместить великую радость у меня недавно брат умер а он занимался в интернете и он два дня до этого был только вот в этой кошелке как там называют от рулетки то я думаю он умер я возьму от него вахту попросил бога искал господи благослови меня и вот я уже третий день здесь в этой рулетке людям говорю о христе о жизни без страха на этой земле человек который бога боится он больше никого не боится а который бога не боится он всего боится любой мошки что укусит какая то что плохо слышно чуть погромче а то вас не слышно вот по собственной воле тут сидите который день не рассказывать людям о боге он говорит по собственной воле здесь сидите конечно а как же а зачем смысл а зачем смысл то смысл в том что если я для чада божия я другим должен сказать радостную весть чтобы они вышли из этой тьмы в которой живут пьют наркоманят блудят воруют какая-то жизнь государство трещит по швам а мы им говорим живите по-другому вот мы строим православную деревню где никто не пьет не курит не матерится не ворует никто не разводится плохо слышно как то нет у нас все нормально то у них там плохо а то у вас просто там что-то техника барахлит вы зайдите на наш ресурс называется открытым оком во свете библии там много ответов тысячи которые мне студенты задавали в университетах так ну что все еще раз повторите связь прорывается прямо ничего не понятно это связь плохая связь не слышно ни одного слова не слышно ну ладно заходите на наш ресурс и там можем встретиться по скайпу зарядите игнатий лапкин это меня так звать а кому я много рассказывал 56 лет если это слово 56 лет я преступникам в тюрьмах говорил когда меня за веру в бога сажали и они каялись новую жизнь начинали преступники убийцы и они уверовали во христа я ночью молился они сзади становились и молились но я был мусульманской стране казахстане опять не слышно зачем на камеру снимать вот так то мы же другим можем показать и вы себя можете увидеть где через десять к нам на ресурсы заходите а вам вам прятаться не надо у вас все хорошо и лицо красивое и волосы красивые вам зачем прятаться то и глаза хорошие вас бог наградил красотой зачем вам прятаться ладно мы отошли с богом пока с богом все хорошего не отпускает у нас есть книга называется библия вот она смотрите какая ну все все мы уходим вы откуда и барнаул алтайский край но это недалеко мы с красноярска конечно вы можете к нам зайти на ресурсы и себя увидите через десять дней называется открытым оком во свете библии запишите христе о вечности вы имеете желание поговорить я все знаю смысл жизни весь понял он все знает и весь смысл жизни смысл жизни знаете а кто для вас христос является кем это спаситель мира иисус христос сын божий хотя он тоже пророк он умер за наши грехи значит только господь силен спад одно имя как и деяние апостола 212 говорит нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись 412 фанатик а вы можете на наш ресурс зайти открытым оком во свете библии youtube очень большой что я могу но не зайду а ну ладно до свидания а вы не знаете что христос умер за наши грехи по писанию и верующие верой в него приобретает жизнь вечную это благая вещь добрая вещь самое хорошее известие которое мы несем что христос призывает всех придите ко мне все труждающиеся обремененные успокоил вас его мое благо и бремя мое легка с богом знает этого но события показывает что мы уже может возвращается все придет скоро до царевич массов просто ты знаешь обо мне слышал а кем его для вас является христос это вопрос странный очень даже для меня ну например на этот вопрос верующий отвечает он для меня спаситель мира которого я избрал который умер за мои грехи согласен возможно так да правильно вы можете зайти на наш youtube большой я скажу открытым оком во свете библии там 13 вы найдете ответы на многие вопросы не знали я вел занятия занятия в пяти слушайте в пяти университетах вел занятия три радиопрограммы вел и вопросы задавали люди тысячи и там ответ согласно библии правил канонов жития святых что вы имеете ввиду пяти книги пяти книжек миссия на села потому что это пяти книжек пророки вот она что включает себя исход дальше новый завет идет смотрите ну библия ну понятно ну ладно книжку прочитали правильно это семьдесят семьдесят семь книг в ней правильно ну нет это слишком тонко а допустим как он называется параллель не я не выговариваю параллель по минуту да параллель по минуту занимает так вот вы в интернете если за счете наш найдете моим голосом насчитана вся книга и библия я насчитал 12 томов златоуста златоуста знаете но его не считали не видали его не так ливане у нас кем был это оратор с учитель я на златоуста он у него учился у ног его сидел до налива не говорит а мой прапрадед ходил к нему вы знаете в четвертом веке по морю море замораживал и ходил может быть только данные оттуда вряд ли дошли до нас нет мы ходили к златоуста в кукулс когда он там умирал да мой прапрадед ходил туда по черному морю бобок заморозил короче он а разве черное море замерзала четырехсотом году замерзала и да то чтобы идти по морю да кто же пойдет по морю когда чуть-чуть только замерзает это надо чтобы мороз стоял градусов зала два раза за всю историю ну может быть и замерзала но чтобы идти по по льду там и вряд ли да по льду по льду даже он бежал правда в константинополь можно на лодке поплыть тогда можно короче куда он ездил в армению ну короче это было давно и неправда и брата все ладно а зачем это на видео записывать и вы куда-то это выкладываете да мы выкладываем на свой ресурс и вы можете через десять дней зайти и посмотреть на самом деле это сектор и мой запишите как называется наш к видеоканал открытым оком во свете библии и вы сами себя там увидите он понятно хорошо а вы как относитесь к рпц дак мэр и пц и есть русская православная да конечно мы относимся к зарубежной части и а как выпить и там относитесь кому к еретикам как относится ну как к еретикам еретикам после первого второго вразумления отвращается 310 послание к титу ну послание к титу ибо они развратились будущее самоосужденное апостол павел говорит к еретикам блин еще хотел что у вас интересное спросить ребята а зачем вы сейчас в рулетке сидите чтобы типа это просветительская деятельность да ну конечно я мусульман спрашиваю что самое ценное самое ценное я с мусульман сейчас встретились игра что самое ценное в мусульманске они не знают я говорю намаз пятикратный а мы молимся 7 раз в день самое ценное мы стоим часы да да у меня нету часов меня не умеет стоять братишка я как бы как я сказал а почему бороду бреете если вы православный зачем бороду бреете православный бороду бреем да сколько но это наоборот смирение я так если я не буду ее брить я буду выделяться от других нет нет это любовь к миру а кто любит мир в том нет любви очей зачем на женщину быть похожими меня мама заставляет бороду бри а вам сколько лет вам для своих близких брея и пытать не брю не лень за понимание так мне говорят по зрению сколько лет вам лет сколько вам мне 22 года ну да камам еще над вами власть имеет 22 года не она не имеет на данной власти это наоборот это от любви к ближнему то есть мне сказали любви пойди по дорогам у давидовых слуха чтобы не нервировать скажите не надо лукавить только давыдовым слугам пол бороды отбрили он не пустил в иерусалим игорь и живите проклятом ирихоне пока бороды отрастут но ирихон когда вокруг него прошли три раза да 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 но дело в том что протопопа вакуум говорит что бритья это блудодейная ересь это наклонность к блуду ну не знаю ну а ходить с бородой исследуя не каким-то благим помыслом о моде не это бог так сотворил бог вот нет ну а сейчас вот эти вам не нравится ребята с выбритыми затылками и этой бородкой да не что это важно надо же так вот у него вот видишь посмотри как вот так он должен он нормально выглядит понятно потому что он рабочий ну ладно я бы сказал работает вы понимаете которые а которые ходят с этой бородкой выбритой затылки вы можете ходить и ходят лысые с бородкой и с подкатанными штанами потому что они не надо говорить они они не наши это такие фио появляется в таком виде то есть черти да да смотрите вы слышали о разделении завете это что мой сказал но но вот оно здесь у меня и написано все хам сим ну хам сим и афет да то да сё вы что-нибудь вы знаете про это больше ну хам хам это черное поколение афа африканская сим негр и египтяне да 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 а сим это насибирские народа а и афета там и русские другие белолицы а кто конкретно вот 14 родов и афета просто я не сказали что я власть над ними нет то есть это не надо вы ищи то дело в том что я опять поселиться в шатрах сима то есть от сима и зайдет новый завет и мы будем верить и к нему в шатер зайдем да то есть вы хотите быть у нас подождите вы хотите быть благословенным я вам скажу два столба первое никогда не хули народ божий евреев первое второе благословляющего благословен будет и последнее это третья глава пророка малахии плати десятину и будешь благословен от бога а вот десятину больше можно можно больше желательно почему нет вот мне господь положил она не получает я когда уверовал уверовал в шестьдесят втором году я услышала десятине я решил я буду платить 10 9 десятин и поэтому всегда на двух трех работах работал на дело божие на нищих на печатание книг я прожил город вы представляете барнову латайский край приятно ребятам всего хорошего на наш ресурс заходите открытым оком во свете библии